Всем привет, я Егор и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И сегодня наш мертвый герой это сбежавший из дома, выросший в хорошей семье 20-летний юноша, отправившийся на другой край света из родного Уэллса на поиски приключений, связавшийся там с плохой компанией и получивший за это в награду немалую славу, плюшки и прочий профит. Авантюрист, полководец и пират Генри Морган. Как я уже сказал, родился этот рыжий выходец провинциальных мещан в Уэллсе в 1635 году. Хотя вообще большая часть дат, связанных с юностью Моргана, весьма неточны. Но доподлинно известно, что в начале 50-х он таки да, сбегает из дома. И устраивается на корабль, идущий в Вест-Индию, Барбадос. Западная Индия, как нетрудно догадаться, это название, которое использовали для обозначения Америки. Да и Барбадос, не просто какой-нибудь там остров. Именно с этого острова британцы начали свое покорение Карибского архипелага. В общем, туда прибывает Морган, и его карьера начинается с днища. Ну, в смысле, он наконец-то выбирается из корабельного трюма на берег только для того, чтобы стать рабом на плантации. Да Юре, молодой Генри, таким образом просто отрабатывал свою поездку. Де-факто он действительно находился на совершенно рабском положении. Впрочем, жаловаться ему было некому, да и незачем, потому что в стране и так происходил полный дурдом. Потому что именно в этот момент Англия на какое-то количество лет становится республикой, в ней свергают короля, а главой правительства становится вояка Кромвель. Который, в общем-то, наводит порядки в метрополии, и ему, ну, совершенно не до защиты прав молодых колонистов. Ну, как и всем, в общем-то, власть имущим. Отработав несколько лет на плантациях, Морган таки покидает дурацкий Барбадос и отправляется на Тартугу. Тартуга. Здесь начинается его пиратская карьера. А вместе с его карьерой начинается так называемый первый золотой век пиратства. Ну, естественно, изначально это никак не было связано с самим Морганом. Пираты начали плодиться, как тараканы, по несколько иным причинам. Стало грязно. Дело в том, что 70 лет назад в Европе и на территории всех возможных колоний Испания ободалась с Голландией. Ну, точнее, Голландия с Испанией за право на свою независимость. И к 50-м Голландия, наконец-то, побеждает в этой войне. Очень сильно ослабленная Испания начинает гнать с Карибов в Европу всякие кораблики с золотом, рабами и прочими плюшками особенно активно, а защищать ей их становится все тяжелее. Ее конкуренты, в том числе и голландцы, начинают активнее действовать в Карибском море. Кстати, для Голландии эта эпоха тоже считается золотым веком. Короче говоря, на Карибах начинается очень активная возня, которой коряво пытаются управлять из метрополии из далекой Европы. С Тартугой, куда где-то в 58-м, наконец, перебирается Морган, тоже связана отдельная история. За 18 лет до всего этого остров был захвачен французами. А командовал этими французами скромный и небогатый нормандский дворянин Левассер. Не путать с Оливье Левассер, тот был в Индии. И главным его талантом была военная инженерия. Что он и доказал, построив на государственные деньги на Тартуге мощнейшую крепость. А потом начав присваивать себе эти самые государственные деньги. После чего Тартуга лет на 15 оказалась совершенно независимой от Франции и столицы Карибского пиратства. За несколько лет до прибытия Моргана этого Левассера убили. Но новый губернатор точно так же потакал всем этим корсарам. И здесь Морган занимает следующую ступень своей карьеры. Все еще не очень высокую. Он становится рядовым морским разбойником. Вливается в нестроенные ряды местного пушечного мяса. Вообще, надо сказать, что многие губернаторы колоний больше полагались на каперов. Ну, пиратов со специальной государственной лицензией на ограбление вражеских судов. Чем на военный флот. Потому что военный флот вечно был непонятно где и непонятно для чего. Кроме испанцев. У тех долгое время вообще не было каперов. А все потому, что награбленное каперами сразу становилось важной частью экономической системы государства. А, собственно, испанцы очень сильно лелеяли государственную монополию на все торговые дела. Да вообще у этих испанцев там было все не как у людей. Скажем, у них не было разделения на торговые и военные суда. Считалось, что знаменитый Галеон отлично справляется с обеими задачами. Ну вот. Собственно, на Тартуге Морган ничего особо не добился. И, вероятно, не добился бы, если бы не... Good news, everyone! ...из-за которых в 64-м году, за год до того, как Тартуга окончательно вернется под полную власть Франции, Морган сваливает оттуда. Поскольку получает весточку, что Ямайка, а точнее Порт-Ройл, столица, крупнейшая английская колония на Карибах, уже несколько лет как передана под управление его родного дяди Эдварда Моргана. К тому же в это время Порт-Ройл перехватывает у Тартуги эстафету главной пиратской базы. Такое вот совпадение. На тот момент пиратством занималось четверть населения Порт-Ройла. Ямайка, кстати, очень забавно стала английской колонией. Это произошло лет за 10 до описываемых событий. Кромвель послал флот под управлением двух английских адмиралов захватить Эспаньолу, но испанцы притащили туда реально все силы, которые смогли, и поэтому у англичан что-то не получилось. Зато, уплывая от своего разгрома, англичане попутно захватили Ямайку. Буквально случайно, потому что там не оказалось вражеских сил, ну, практически вообще. Порт-Ройл был не только отличной точкой для набегов на все вокруг, но и главной торговой английской колонии на Карибском море. К примеру, вся новая Англия, это регион Северной Америки, с которого потом, собственно, начнутся США, вывозил в Европу примерно столько же кораблей с ништяками, сколько одна единственная Ямайка. Как вы понимаете, не из-за богатых ресурсов самого острова. Затем, правда, в 65-м году дядюшка Эдвард умрет от сердечного приступа, вызванного ожирением. Ну, нечего вести такой образ жизни и столько жрать в тропиках. Но к этому времени успеет раздобыть племянничку, небольшой кораблик и команду. Собственно, вскоре после прибытия на Ямайку Морган берет этот кораблик, 30 человек договариваются еще с двумя капитанами таких же гопников и отправляется на побережье Мексики грабить испанские шаланды с деревом. Шаланды это вообще практически рыболовецкие суда, небольшие баржи. Добычу взяли без единого выстрела и дальше благородные пираты начали грабить мексиканское побережье вглубь. Практически грабили деревни рыбаков. Но на обратном пути как-то случайно наткнулись на патруль из трех сотен вооруженных испанцев. И тут Генри с друзьями страшно повезло. Из-за внезапного ливня порох в мушкетах испанцев страшно отсырел и пираты умудрились пробиться к кораблям боем. После чего они продолжили дальше грабить мелкие испанские поселения. В первую очередь церкви, конечно же. Ну, потому что церковь на Карибах всегда была самым жирным куском в любом поселке. Кроме того, Морган активно использовал местных коренных партизан, индейцев, которые терпеть не могли Испанию. И испанцев, и рудники, и работать. Экспедиция эта закончилась взятием Гранады. Немаленький такой городок, три с половиной тысячи населения. Морган умудрился взять этот город сотней бойцов, пробравшись туда ночью и захватив пушки, стоявшие на центральной площади города. В общем, финансовый успех был колоссальный, особенно для пиратского дебюта. Новости распространялись очень быстро, и в Порт-Ройале Моргана встретили как героя. А местная легенда, адмирал английских флебустиеров Эдвард Мансфилд сразу же предложил Генри стать его заместителем, вице-адмиралом. И тот, естественно, согласился. И тут Морган чуть было не ушел на покой. Женился на какой-то там своей кузине, построил дом и все такое. Дальше произошел забавный казус. Англия как бы замирилась с Испанией, но хитрый и параноидальный губернатор посчитал, что именно сейчас испанцы нападут на Порт-Ройал. Он поручил Моргану собрать небольшую флотилию и атаковать испанские суда, чтобы захватывать в плен моряков и получать сведения о намерениях противника. Но поручение было сформулировано как-то не очень четко и поэтому Морган интерпретировал его совершенно по-своему. Так что грабежи испанских судов продолжились по полной. Но и тут английское правительство посмотрело на это сквозь пальцы, потому что им все равно утекал значительный доход в качестве процента. Через год была еще одна экспедиция, но она была неудачной, не будем о ней. А потом серия успехов. Морган ограбил Портабелло, крупный город на Панамском перешейке. И ограбил его так удачно, что богатство Порт-Ройла выросло аж на треть. Кстати, именно после разграбления Портабелло испанцы что-то спохватились и начали срочно выдавать каперские свидетельства. Да и то, грабить кого попало испанским кораблям все равно было нельзя, да и получить эту лицензию было гораздо сложнее, чем в Англии, Голландии или Франции. Следующая точка Маракайба, современная Венесуэла. 12 дней грабежа, ни одной потери. Но на выходе из бухты Моргана встречают три полновесных испанских боевых галеона против нескольких крохотных моргановских корабликов. Морган начиняет свой флагман, единственный во флотилии фрегат, порохом, чучелами и отправляет его навстречу вражескому флагману. Последствия довольно предсказуемы. Другой испанский корабль в ужасе пытается уплыть и садится на мель. А третий взят абордажем. Короче, троянский конь сработал. Этакий троянский брандер. Ну, вообще, брандером называется, собственно, этакая лодка-камикадзе. Но Морган замаскировал ее под настоящую. Ну и, наконец, Панама. Кульминация, вершина моргановского творчества. Панама была городом, куда испанцы свозили большую часть своего добра перед отправкой в Европу. Золото, серебра, драк камней и всего такого. Морган, как ему было свойственно, зашел с тыла, с суши. Правда, по дороге ему постоянно приходилось усмирять недовольство своих подчиненных. Которых, к слову, было, ну, тысячи полторы уж точно. Почему недовольство? Ну, ядовитые москиты, ядовитые муравьи, крокодилы, змеи, ягуары и тропики. Не очень. Тем более, что Панама была реально неплохо защищена, и поэтому пираты не были уверены в своем окончательном успехе. Но до города флегустиеры все-таки дошли. А там их встретил местный гарнизон, испанская кавалерия, батарея орудий и полторы тысячи полудиких быков, которых на них выпустил губернатор Панамы. Описывать весь этот бой не будем, но скажем, что Морган проявил чудеса тактики. Потому что через два часа испанцы просто бежали, сверкая пятками. Город грабили довольно долго, два месяца. И этот рейд считается самым успешным в истории карибского пиратства. Правда, Морган как-то очень хитро раздал доли участвовавшим. Так хитро, что ему пришлось сваливать из этой Панамы тайно. Самое забавное, что примерно в это же время заключен мадридский договор между Англией и Испанией, очередное перемирие. На этот раз полноценное. Потому что Испания наконец-то признала то, что у Англии вообще есть колонии и право на эти колонии в Карибском море. И поэтому в 72-м году Морган прибывает в Лондон в качестве политического заключенного. Правда, суд так и не состоялся. Причем не просто не состоялся. Еще через два года Морган возвращается на Карибы и становится генерал-губернатором Ямайки. Ну и начинает заниматься внезапно вспыхнувшей войной с Голландией, всяческого рода бюрократией, торговлей и, как ни странно, истреблением пиратства. Ну и, конечно же, по примеру, дядюшки пьянством и обжорством. Короче, в 80-х его сместят и на энное количество лет о нем забудут. И когда в 87-м году новый губернатор Ямайки будет добиваться и таки добьется возвращения Моргана в ряды чиновников, Морган умрет. Его состояние составляло в переводе на нынешние деньги что-то порядка миллиона фунтов стерлингов. Кстати, в США и сейчас существует семейство миллиардеров по фамилии Морганы, которые совершенно не скрывают, что ведут свой род от того самого знаменитого капера.